На остановке «Большая» робкому разбойному нападению подвергся офис микрофинансовой организации. Его пытался ограбить вооруженный кирпичом и отверткой мужчина. В павильон неизвестный с медицинской маской на лице вошел тихо. Подпер кирпичом дверь и, подойдя к менеджеру, без единого мата попросил денег. Интеллигентный налетчик угрозами не сыпал и выглядел как студент, выпрашивающий положительную оценку у экзаменатора. Ну, как бы зашел, поставил кирпич свой, прошел сюда, вытащил отвертку, сказал, дайте денег. Ну, как бы ни угроз, ничего не было с его стороны. Просто, как бы, тушевался. Да, он вообще неуверенный был. Он три раза у нас спросил, дайте 10 тысяч, и все. Ну, как бы, и ушел. Я говорю, знаю, что у вас, вы уже нажали кнопку, дайте 10 тысяч, и я пойду, и все. На парнице, учитывая спокойное поведение визитера, не менее спокойно указали ему на дверь, заявив, что денег нет. Им даже показалось, что под маской незнакомец прямо-таки надулся от обиды. Я подошла к кассе, и он понял, что я к кассе подхожу, может, денег ему дать. Как бы, я нажимаю на кнопку и отхожу. И он все, разворачивается и... Он обиделся и ушел, что дали денег. Действия преступника попали на видео. Вскоре он был задержан в районе соседней остановки памятник партизанам. Кирпич стал вещественным доказательством. Правда, полицейские еще не могут решить, по какой статье возбуждать уголовное дело. Что это было, покушение на разбой, неудачный грабеж или хулиганская выходка, понять действительно мудрено. С места происшествия Валентин Борозняк, Мария Склерова и Виталий Векслер.